Уважаемые товарищи, коллеги, прошу успокаиваться всех. Проходите, занимайте места. Через минуту начнем работать по хорошей, серьезной теме. Да, водичку наливай. Наталья, у нас раненько 29-го. Она и была сразу 29-го. Уважаемые товарищи, друзья, коллеги, сегодня из 50 регионов у нас присутствует представителя обсудить важнейшую проблему в совершенствовании бюджетного финансирования и поддержке агропромышленного комплекса. Мы благодарны всем, кто сегодня приехал. Наши коллеги местного самоуправления, регионального самоуправления, наши депутаты из Государственной Думы. Их сегодня много здесь. Председатели комитетов, депутаты, заместители председателей комитетов, общественные организации. Очень большая группа академиков, министерства, ведомства, наши союзы, директорский корпус. Мы всем благодарны. Позвольте открыть наше слушание. Уважаемые товарищи, прошел очень неплохой как бы год для крестьян, для агропромышленного комплекса. И согласитесь сами, что урожай и надой, они действительно впечатляют. Много раз высказывал и министр, и наши губернаторы, и выше руководства страны, что крестьяне молодцы. Рекорд 134 миллиона тонн зернобобовых, хорошей надой, справились со многими вызовами по техническим культурам и так далее, и так далее. Мы хорошо поработали на направлениях мясного производства, вышли на 90-й год по производству мяса птицы, мясо свинины. В три раза увеличили мясо птицы к 90-му году. Наши рыбаки поработали так же активно. Ушли далеко за 4 миллиона тонн. Впереди, конечно, много тоже еще надо работать, чтобы хотя бы на 90-й год выйти. Но динамик, успехи хорошие. И действительно, все мы ожидали, что будут хорошие и экономические, финансовые результаты. Будет развиваться деревня. Что исходя из того, что у нас стало локомотивом, у нас появятся и дороги, появятся и больницы, и другое социально-культурно-бытовое обслуживание, которое может привлечь к себе и молодые кадры и так далее, и так далее. Возможно, вот такой заботой, скажем, слова благодарности тем, кто сегодня трудится, нашим ветеранам. Но, к сожалению, получилось в итоге, оградники понесли убытки. В суммовом выражении это приличные убытки, только на цене зернобобовых культур. По пшенице, если взять пшеницу, кукурузу и сахар на севокло, это 120 миллиардов рублей минус. В целом мы потеряли почти убытки, увеличившись на 50%, прибыль на 24%. Это данные ССУ последние, ну, может быть, не совсем точные, но они могут меняться совсем незначительно. То есть вы видите, как несовершенно все, что мы связываем с поддержкой агропромышленного комплекса. Как много нам предстоит с вами сделать для того, чтобы крестьяне могли стабильно, уверенно работать и понимать, что их защитят, государство их защитит и от неблагоприятных условий, погодных, климатических условий, что их и защитят от тех хапух, от тех акул, которые прихватывают вот ту дельту, которая позволяла бы крестьянам через ценообразование вести расширенное производство. Огромные суммы, убытки и так далее, и так далее. Но еще больше мне хотелось бы в начале своего выступления высказать о той больной составляющей, которая сегодня свидетельствует о том, что наша деревня вымирает, гибнет, и мы все вместе очень мало делаем для того, чтобы остановить эти процессы. И не только на северах, и не только на Дальнем Востоке, и не только в нечерноземной зоне. Но и в центре России, и в наших республиках. Для начала давайте посмотрим о всех тех государственных программах, которые работают на село. Их 21. Не будем брать в начале нашего разговора нашу программу развития сельскохозяйственных рынков, а посмотрим вот эти 20 программ государственных, которые работают вместе с селом. И о которых еще в 15-м году в своих высказываниях первый руководитель страны, Владимир Владимирович, говорил, что необходимо развернуться министерством, ведомством к селу, лицом. Здравоохранение. Мы видим изначальные суммы федерального бюджета 311 миллиардов. С дополнениями суммы это была значительно больше, только федеральная часть. Если посмотреть региональные составляющие, то мы увидим во сколько раз сегодня велика к федеральной составляющей эта сумма. Это еще миллион шестьсот. Если мы посмотрим образование, в таблицах здесь можно, в слайдах можно посмотреть. Это за 500 федеральный бюджет, плюс региональная составляющая, тоже сумма очень солидная. И по каждой из 21 программ очень видим мы знаковые такие большие цифры. И что же на село? Для начала скажу, что у нас с вами 38 миллионов человек проживает на селе. 38, это 26 процентов населения. И вот из этих 7,6 триллионов, которые есть у нас в сумме от этих 20 программ федерального бюджета, сколько же идет на село? Вот спросите любого министерства, ведомства, кто ведет эти 20 программ. Мы не увидим и не услышим ни одной цифры. Мы 7 декабря здесь под руководством председателя Думы проводили в Большом зале соответствующих слушаний, после которых мы отправили во все министерства, ведомства соответствующие письма наше решение. Вот если 25 процентов из этих 7,6 направить на развитие агропромышленного комплекса села в соответствии с численностью проживающего там количества людей, но представляете, сколько у нас будет больниц, школ, сколько у нас будет жилья, новых производственных центров, объектов спорта, культуры и так далее, и так далее. Если сравнить, что у нас на устойчивое развитие с вами с федеральным бюджетом дает 16 миллиардов всего, и регионы столько же дают, где-то 32 миллиарда рублей. А здесь можно как минимум получить 1,9 триллиона. Часть уйдет из тех вопросов, которые мы рассматриваем на определенной цели. Но основная часть даст возможность иметь нам и хорошие районные больницы, и иметь и ФАПы, иметь и соответствующие поликлиники. Сегодня 15 километров до ближайшего ФАПа, 85 километров до ближайшей больницы. Это что за еноцид устроили в отношении крестьян, проживающих на территории? Нам надо с этим завершать. Нам надо, в конце концов, окрасить для села не только объектно, но и индикаторы. Отчитываем, что 100% мы решили все проблемы, связанные с теми индикаторами по смертности. Но посмотрите, у нас на селе в этом ключе далеко не решены вопросы. Порождаемость аналогичной ситуации в первой эпике у нас на деревне. Если посмотреть в образование, аналогично, тоже под 100% все решили по дошкольным учреждениям. Но посмотрите, у нас в 42 территориях 50% всего доступность к детским садам, к дошкольным учреждениям. Мы с 95-го года уничтожили 25 тысяч школ и в три раза больше, оставив 14 тысяч всего детских садов. Опять большие деньги, и в этом ключе мы с вами должны разворачивать ситуацию. Мы с вами должны не только говорить об этом, но и добиться обязательного разворота всех фаивов, всех министерств, к тому, чтобы и перечень объектов, и окрашенные деньги выделялись, исходя из тех проблем, которые сегодня мы должны получить на селе. Посмотрите по социальной поддержке. Опять у нас 20%, индикатор 10%, и как будто нет села, как будто нет 38 миллионов человек вот от этих всех 20 государственных программ. Нам абсолютно понятно, нам абсолютно понятно, и мы будем 2-го числа встречаться с председателем правительства. Еще раз лично говорите об этом. Мы говорили об этом с Владимиром Владимировичем в конце года, и не случайно в послании мы слышали о пространственных связях. Тезис такой есть. Вот это и есть пространственные связи. Нам не только города, не только надо уникальные наши сокровищницы в городах сохранять, но это должны быть центрами для того, чтобы у нас и в поселках районного плана, и в наших центральных усадьбах и производственных центрах была аналогичной возможность жить, развиваться, чтобы деревня, русское село, кубанская станица, кавказский аул, сибирский хутор стали по-настоящему берегиней деревни, берегиней страны, стали по-настоящему сокровищницей и сохранения всего того, что мы называем душой нашего народа, менталитетом, вот там справедливость, соборность, патриотизм, вот там это все черпать мы обязаны, а не разваливать, а не разваливать наши общинные системные вещи, на которых тысячелетиями строилась и жила Россия, успешная причем, не терявшаяся идентичности и самобытности. Теперь, что касается нашей базовой части, вот нашей государственной программы, которую мы каждый год с вами по несколько раз смотрим. Это государственная программа развития сельского хозяйства, сельскохозяйственных рынков. Эти наши 242 миллиарда вот на 2018 год, это та программа, которая имеет паспортные данные по этому году, 324 миллиарда рублей. Это все, что связано с той системой наработок, которыми мы сегодня в министерстве и в Государственной Думе работаем, говорим, иногда хвалим себя за то, что что-то удалось решить, что-то не удалось, но и так далее, и так далее. Вот эти 7 наших базовых показателей, по которым мы работаем, я бы хотел в целом сказать. Вот 242 миллиарда разделите на 117 миллионов наших ектар, которые мы имеем в виде пашни, или хотя бы на 80 миллионов тех пассивных площадей, которые мы имели в 2017 году. Вы увидите гроши и копейки в долларах на уровне 35-40 долларов. И можете посмотреть, как Европа, как Соединенные Штаты Америки, или Китай за своими землями, за своим крестьянам помогает. Вот Китайская республика, посмотрите, полторы тысячи на ектар. Если там Швейцарию посмотреть, там увидите 14,5 тысяч. Европа 800 и так далее, и так далее. Сравните наши 40 долларов. Это чтобы было понятно, как мы относимся. На первом направлении мы с вами проиллюстрировали, проговорили, что касается человеческого потенциала, без которого невозможно решать ни одну проблему, ни стратегического, ни тактического. А стратегическое – это продовольственная безопасность, а тактическое – это чтобы продовольственная безопасность вышла наша на уровень экспорта и имела то уникальное качество продукции, которым мы гордились. Вот, уважаемые товарищи, эти 242 миллиарда, еще раз хочу сказать. И здесь, конечно, наша с вами задача еще и еще раз доказать и убедить, почему нам нужны деньги совершенно другие. У нас сегодня с вами, если посмотреть на характеристику нашего земельного фонда, мы потеряли очень много сельскохозяйственных угодий. У нас осталось 197 всего миллионов. У нас в пашне тоже потеряно выведено с севоборота более 40 миллионов фектаров. А если посмотреть качество, то даже вот мы проводили последнее совещание на Кубани, даже там вот кубанская делегация большая, они будут выступать, даже там мы стали терять гумуса по 0,1 проценту ежегодно. Это трагедия. Мы не вносим минеральных удобрений. Мы повырезали скот, не вносим органику, забыли, что такое компост и так далее, и так далее. Мы сегодня выжимаем последнее из нашего земельного потенциала. Это тоже большое преступление. А минеральные удобрения не купишь. А все, что связано с миллиарацией, это вообще трагедия. У нас 7,8 процента, а уже давно там Европа, Америка за 50 ушла, и Китай нас уже туда за 50 обогнал. А мы с вами понимаем. В одних регионах у нас сухо с вами, во-вторых сыро и так далее, и так далее. Что без этого явления, явление регулировать тепловые и водные балансы, раскрыть генетический потенциал наших уникальных сортов, невозможно. Уважаемый товарищ, я ведь это говорю еще и еще раз, для того, чтобы наше министерство, ведомство понимали, и первые руководители понимали, что крестьяне, как локомотив нашей в целом экономики, немного просят. Мы говорим о том, нам надо вернуться на 90-й год с внесением минеральных удобрений. Мы вносили около 9,5, сейчас вносим 3, с небольшим. Мы вносили органических удобрений, в 6 раз больше, чем сегодня вносим. Мы в 26 раз больше вносили известкового материала, чем сегодня. Но ведь это ничего сегодня невозможно, крестьянину по этой цене, у которой у него берут продукцию, закупить в достаточном количестве. И внести, и техники нет соответствующей. Здесь тоже целая проблема. У нас нагрузки в 2-3 раза превышают нормативы, и на один трактор, и на один комбайн. И в десятки раз ниже, чем в Европе. В десятки раз я не оговариваюсь. Конечно, у нас есть и свои проблемы. Допустим, в 2016 году крупный бизнес в количестве 1,2% прихватил 40% льготных кредитов. Но это стало взрывом всего крестьянства и министерства, и так далее, и так далее. Это мы все, безусловно, должны изживать. Тут должна быть прозрачность, системность. Мы видим сегодня, что несвязанная поддержка, это та поддержка, которая должна помогать любому крестьянину, от фермера, да пусть самого крупного. Речь идет о выделении бюджетных средств на ектар, на ектар посевных площадей, или на литр молока. Здесь не обманешь, здесь не припишешь. И в этом ключе наш комитет и министерство все делают для того, чтобы эта поддержка была. И мы настаиваем на том, чтобы эта поддержка была восстановлена. К 2015 году, это в два раза больше, чем на ектар, мы 23 миллиарда имели сейчас чуть больше 11, и по молоку соответствующим образом. Причем мы считаем, что не только часть регионов должна получать несвязанную поддержку на ектар, а все, включая Краснодар. Там много фермеров, там много бед и проблем, сегодня связанных и с мелиорацией, и с качеством почвы. Да, через коэффициент мы должны поддержать Дальний Восток, Севера и так далее. Через коэффициент, то есть базовую часть оставляем, а через коэффициент другим даем больше, исходя из плодородия и трудных климатических условий. А так получается, что ведущие регионы наши, Липецкий, Орел и прочие, не получают этой поддержки. Это неправильно. А там уже полно кислых почв. А если взять Краснодар и южный наш регион, там вторичное засоление уже всех сдавит. А если говорить о том, что там есть специфика, допустим, тоже садоводство, многолетнее, много другое, что требует, безусловно, дополнительных вложений. Мне понравилась на последней нашей встрече в Краснодаре, в Думе краевой. Сегодня всерьез край хочет восстанавливать молочное животноводство. Они сегодня миллион двести, кстати, производят, вместо шестьсот в Московской области, которая производит сегодня, производят два миллиона в девяностом году. И озаботились, и не просто на словах, а выделили деньги. Миллиард рублей, и это только начало для того, чтобы именно развивать молочное животноводство, и поголовье, и заниматься серьезной продуктивностью. В этом направлении, уважаемые товарищи, у нас с вами дело тоже не очень здорово поставлено. Мы повырезали поголовье скота в разы. И сегодня производим товарного молока всего 18 миллионов. 18 миллионов. А у нас в своей продовольственной корзине написано 340 миллионов на человека, 340 килограмм на человека умножить на 147 миллионов, и увидеть, сколько мы должны производить молока. А у нас сегодня потребление на 100 килограмм меньше, чем обозначено. Я в продовольственной корзине, я уже не говорю о производстве. Здесь зашкаливает сегодня импорт. Мы видим, что такое, когда многие наши молочные заводы работают без молока. На палевом масле, там, на сырной продукции, и так далее, и так далее. Это тоже большая проблема и большая беда. И здесь никакими шапками проблему закидать не удастся. Мы должны понимать, что мы без удвоения, без удвоения поголовья, а вы посчитайте, значит, если нам надо добавить в товарном производстве хотя бы 4 миллиона голов, со шлейфом это получается 10 миллионов, посчитайте кормовые единицы, фермы, и так далее, и так далее. А по-другому не получится. А по-другому не получится. Уже и до, и до 7 тысяч, и так далее, можно рисовать только дальше. Без конкретной программы восстановления не получится в этом направлении решить производство мяса, говядины и обеспечить молоком наше население. Точно так, как не решить проблему просто взглядом или той поддержкой, которую мы оказываем сегодня по многолетним. Мы 100 килограмм в нашей продовольственной корзине должны дать фруктов. Извините, это 14-70 миллионов тонн. Сколько даем сегодня? Мы 800 в этом году максимум, там где-то 770 тысяч тонн всего произвели, товарных плодов и ягод. 3 миллиона с небольшим населением. Там товарность 15%. Мы видим, где мы находимся сегодня. Мы 15 сегодня тысяч гектар каждый год высаживаем насаждений интенсивных садов, которые дадут нам 300-400 центнеров с гектара, позволят утроить наш урожай. Но все равно, пока мы хотя бы 300 тысяч не будем иметь таких садов, у нас с вами эту проблему не решить. Нам минимум надо 10 миллионов тонн товарного яблока для того, чтобы решить эту проблему. Здесь очень много проблем. И 2 миллиарда, которые мы в год сегодня даем, нашим садоводам не решают проблему. Надо удваивать и хотя бы 30 тысяч гектар в год высаживать качественных садов. Уважаемые товарищи, я хотел бы сказать, все эти проблемы сегодня не новые. Не новые. Мы можем обойтись и без, как говорится, федерального бюджета. Но давайте тогда по справедливости оценивать нашу продукцию. Давайте, как в любом другом государстве, регулировать вопросы ценообразования, доступ на рынок и все остальное, что в этом плане связано. Мы приводим не раз примеры, почему те предприятия, которые производят, перерабатывают и торгуют, не берут ни кредитов, платят миллиардные налоги и зарплата в три раза больше и все остальное нормально. Значит, где-то у нас не таким образом правильно распределены и отрегулированы эти механизмы. И мы знаем где. Возьмите вот производство зерна. Вот его вывезет за рубеж там за 40 миллионов тонн, слушайте. Все эти трейдеры, в основном, они зарубежные имеют значки или знаки отличия. Ведь наш не фермер, наш не средний, не малое хозяйство эту тему не поднимет до конца. Мы не получили вот той интервенции, не получили минимальной цены и потеряли такие деньги. Почему нам не сделать, как на экспорте вооружения государственную компанию, которая бы занималась этим вопросом, или не отрегулировать, как в Европе, в Америке, все, что связано с провалом по цене, если государство не сумело свои проблемы решить, как регулятор, тогда восстановите эту цену, потерянную крестьянством, производителем. Или почему падают наши доходы? Аналогичная часть, страхуйте доходы, государственные страхования. Не какими-то компаниями частными, которые еще хомут на шею могут повесить, а государственными компаниями. Эти все вопросы злободневные, кричащие, они требуют решения. Тогда у нас будет другая зарплата на селе. Мы с вами, когда смотрим доходную часть, и видим, что беда и трагедия. Можете запомнить цифру? От 6 тысяч в месяц до 20 получают 35 регионов, крестьян с 35 регионов. От 6 тысяч. Работающие. Как можно жить? Как можно развиваться? Мы рентабельность держим на плечах крестьян из-за того, что они недополучают. 7% зарплат в растневодстве. Мы поставили до 11%, это сразу минус 40 миллиардов. Мы до 17 увеличили животноводство, исходя из рентабельности, и вывели на средние показатели промышленности зарплату крестьян. Мы потеряли 100 миллиардов. А это значит 11% рентабельности. Комитет и министерство, вот понимая все это, много сделал для того, чтобы ушли в небытие те вещи, которые 3, 4, 5 лет назад были, когда только во втором полугодии крестьяне могли деньги получить. Конечно, вот льготное кредитование, единые субсидия, где раскрываются возможности регионов. Конечно, мы стараемся сделать все-таки, чтобы действительно был определенный баланс, доступность, поддержали малые формы теми до 20% этих субсидий. То есть, казалось бы, максимально вот из этой возможности небольшой делается, но этого категорически мало. Это не дает нам решать возможность ту главную проблему устойчивого, сбалансированного ведения нашего производства и жизни на селе. Мы подготовили сегодня десятки наших законов. Ну, закон, допустим, по поддержке наших плодоводов. На 10 цветоводов в виноградаре. На 10% с 18% уйти с НДС. Все руководители фракции за это. Но никак не можем пока уговорить и уломать Минфин. Хотя там всего 4 миллиарда, и через два года будут эти 4 миллиарда превращены в 15 миллиардов дополнительного дохода. Мы никак не можем... Все три руководителя фракции подписали школьное молоко. Значит, никто не возражает. Уже Владимир Владимирович визу, не визу, а резолюцию жесткую достаточно наложил на этот законопроект. Вот второго будем опять эту часть пробивать. Это и здоровье людей, и в конце концов, это и для нас с вами возможность работать. Органическое производство или органическое сельское хозяйство. Возможность уникальная и для своих людей, и на экспорт. У нас много в этом плане проблем. Мы тоже с этим законопроектом о 29-го будем уже его слушать, принимать в первом чтении. Там предстоит много работы. Закон о племенном деле, о семеноводстве и так далее, и так далее. Страхование аквакультуры, большой закон по страхованию. И главное, бюджет. И главное, развернуть вот эти наши с вами все вопросы, которые должны работать те 20 программ на село. Мы должны обязательно добиться, чтобы налоги на имущество, которые используют в крестьянском производстве, были обнулены. Нам понятно, что этим налогом можно вообще все убить. Сегодня, с 1 января, хочу подчеркнуть, с 1 января 2017 года это все передано на регионы. Значит, регионы должны это сделать обязательно. Наше предложение Минфин тоже поддерживает. И в нашем постановлении предлагает записать эту часть. Нам много предстоит еще работать по другим системам налогообложения. Да, кстати, малый бизнес по единому налог, который работает, там это все, естественно, не работает. Там и так этого нет направления. Наука наша, аграрная, ее как никогда надо поддержать. Мы приняли соответствующие законы. Теперь они так же, наши НИИ, могут получать и наши опытные станции все, что получает рядовой наше СПК или рядовой наше акционерное агропромышленный комплекс или фермер. Есть поддержка нашим семейным фермам, начинающим фермерам и так далее, и так далее. Но, повторяю, если бы вместо этих 30 миллионов рублей мы проверенному, отобранному, лицензированному фермеру поставили в производственном центре ферму типовую с соответствующей инфраструктурой и 5-6 домов построили для того, чтобы там развивались наши производственные центры или центральную усадьбу, вдыхали жизнь, тогда бы это была другая совершенно поддержка, это другой уровень, мы бы могли походить на Белоруссию и многие другие передовые в этом плане страны. Вот это все является нашей общей заботой. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, кто здесь присутствует, убежден, что мы на абсолютном большинстве направлениях с вами единомышленники и хочу пожелать нашей деревне, нашему крестьянству, через нашу помощь, удачи в 2018 году и в дальнейшие годы убежден, что обозначены проблемы вместе с Министерством сельского хозяйства, с регионами, с депутатским корпусом мы решим. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ